В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколь. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Пожар в лесу в Рязани проходит учение МЧС. Дышать полной грудью не получится. Производство выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества. Желтые мусорные баки. Рязанцы поддерживают идею о цивилизованном, раздельном сборе мусора. И в городе стартовал сезон автомобильных гонок. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов посетит городские территории, где действуют комитеты ТОС. Николай Любимов отметил, что взаимодействие жителей власти с помощью ТОСов – одна из наиболее эффективных форм сотрудничества. ТОСы – это для меня очень важная составляющая часть взаимодействия между властью и обществом. Я считаю, что это одна из наиболее эффективных форм взаимодействия. Почему? Потому что вы представляете территорию. У Николая Любимова имеется большой опыт в работе с территориальными общественными самоуправлениями, который он приобрел еще в Калуге, где количество ТОСов при нем увеличилось с 29 до 63. Рязань больше Калуги по численности населения, но не по количеству ТОСов. В нашем городе их всего 52. Сейчас 10 инициативных граждан из разных районов города подготавливают документы для создания новых территориальных общественных самоуправлений. Поддержка должна заключаться, на мой взгляд, в первую очередь в том, чтобы мы могли с вами взаимодействовать, делать и решать каждые насущные вопросы, ежедневные вопросы, которые возникают у вас на территории. Ну, так или иначе, куда деваться, они возникают постоянно. Во всех регионах России стартовали крупномасштабные учения МЧС. Спасатели отрабатывают действия по борьбе с природными пожарами и паводками во всех регионах страны. Рязань не стала исключением. В пятницу спасатели ликвидировали крупный пожар под городом. Анна Герцовская продолжит. По сценарию, пожар произошел вблизи населенного пункта. Задействованные силы должны были ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня. Например, такая водная завеса в реальности располагается перед населенным пунктом, чтобы на него не перекинулся огонь. Для отработки третьего этапа всероссийских учений было привлечено несколько структур. Была создана группировка сил и средств не только главного управления МЧС России по Рязанской области, но и всей Рязанской области РСЧС. Включает в себя аэромобильную группировку главного управления, два вертолета Министерства обороны и военно-транспортной авиации для разведки и переброски оперативных групп в район пожара. Были созданы также группировка Министерства ТЭК и ЖКХ, которые включают в себя поливомоечные машины, а также подвижные электростанции для своевременного подключения к электричеству угрожаемых деревень. Вопросы по тушению пожаров были отработаны во всех районах нашего региона. В активной фазе в целом было задействовано около тысячи единиц техники по всей области и 7 тысяч человек. Учения возле Орехового озера прошли организованно. Предполагаемый пожар был потушен быстро. Условный пожар локализован, проводится проливка и дотушение отдельных очагов. Этот день для участников учений начался с установки передвижного пункта управления. Это помещение получается в результате трансформации специально оборудованного грузовика. Внутри просторно, удобно, много места. Кроме того, здесь расположилась аэромобильная группировка, а также пункт, обеспечивающий деятельность этой самой группировки. Он включает в себя палатки с обогревом, оборудованные в столовые, спальни и раздевалки. Все вышеперечисленное разворачивается по нормативам в течение трех часов. В реальности пункт, обеспечивающий деятельность спасателей, может существовать бесконечно. В него нужно только довозить еду и бензин для генераторов. Также сегодня отработаны были вопросы распотребнадзора, который, в свою очередь, выставил, вы наблюдали здесь, лабораторию, которая производила замеры воздуха по превышению допустимых норм. Все силы и средства в целом продолжают свою работу. Одним из основных является подача огнетушащих средств воды из водоисточников. Для этой цели также прокладываются трубопроводы, которые имеются у нас на вооружении. И с помощью трубопроводов, у нас их до двух километров, будет подана вода в случае угрозы возникновения лесных пожаров. В процессе учений также было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были определены основные задачи всем министерствам и службам Рязанской области по минимизации пожаров и потерь от них. В школах города Рязани начались проверки качества питания учащихся и организации работы столовых. Они продолжатся до конца апреля. Об одной из таких расскажет Наталья Новикова. Как показала проверка, в обеих школах питание организовано с полным соблюдением санитарных требований. Учтены рекомендации по сервировке столов и порядке подачи блюда. Дети посещают столовые в сопровождении классных руководителей. Сами дети питанием довольны и едят с удовольствием. Всем нравятся макароны с сыром. Потом нравится... Вот, спросите у деток, они вам скажут. Они нам сказали. Да, да. Вот, ну, кашку едят, кашку едят, риску едят. Конечно, горячее питание имеет крайне важное значение и для детей в первую очередь. Директор 28-й Рязанской школы рассказала, что в учебном заведении здоровью и правильному питанию подрастающего поколения уделяются особое внимание. Ну, чтобы охватить большее количество детей питанием, чтобы это проходило все планомерно, мы сделали в расписании две больших перемены. И поэтому классные руководители спокойно помогают накормить большое количество детей. Подобные проверки пройдут до конца апреля и охватят все муниципальные школы. А все замечания, предложения и рекомендации позволят при подготовке к следующему сезону максимально эффективно провести оптимизацию технологических процессов, подойти к обновлению материально-технической базы, а также уделить дополнительное внимание предпочтениям детей при приготовлении пищи. Больше других от загрязнения воздуха в областном центре страдают жители Дашковой песочни. К такому выводу пришли специалисты Рязанской природоохранной прокуратуры. Проверки производств выбрасывающих атмосферу загрязняющие вещества прошли на предприятиях южного и восточного промоузлов города. Всего было проверено более 50 организаций, практически на каждом выявлялись нарушения. Допускается выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешений на выброс, без установленных нормативов. Это связано чаще всего с тем, что предприятие вводит дополнительные линии, дополнительные установки, деятельность которых связана с дополнительным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако эти установки не заявляются, не нормируются, не устанавливается то количество загрязняющих веществ, которые предприятие может с этих установок выбрасывать. Чаще всего лабораторные исследования выявляют в выбросах рязанских предприятий превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду, диоксиду, азоту, бензопирену и фенолу. Небольшим поводом для оптимизма служит лишь тот факт, что с 2013 года ухудшение качества атмосферного воздуха в областном центре не отмечается. В Рязани продолжается дорожно-ремонтная кампания. Планируют отремонтировать 32 участка улиц областного центра общей протяженностью 47 километров. Подрядчики приступили к работам на трех улицах – Бирюзово, Лесопарково и проезде Речников. Еще на шести объектах идут подготовительные работы. Это улицы Трудовая, Разина, Чкалово, Высоковольтная и Старобрядческий проезд. Ремонт одного участка занимает в среднем от двух до четырех недель и подразумевает замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, а в отдельных случаях – ремонт тротуаров и замену бордюров. Дорожно-ремонтная кампания продлится до октября. Весной традиционно в городе сажают и деревья. В пятницу в таком мероприятии приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Новикова продолжит. Дерево жизни – это проект по посадке деревьев, лиственных пород и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Квере Дворца молодежи таким детям устроили настоящий весенний праздник. Сказочные персонажи, солнечная погода, море улыбок на детских лицах, радость в глазах и, конечно, деревья, которые совсем маленькие детишки сажали вместе со своими родителями. Почему решили поучаствовать в мероприятии? Почему? Потому что я захотела. А тебе нравится сажать деревья? Да. Будем вспоминать. Почему решили в мероприятии поучаствовать в этом? Интересно. Для ребенка, первое, очень интересно. Тебе нравится сажать деревья? Ну, да. Наши дети, они столько пережили в борьбе за жизнь. И дерево, оно тоже живое, оно растет. Вместе с ними будет расти. Несомненно, сегодня в нашем городе стало больше не только деревьев, но и счастливых моментов. Равно, как и надежда на то, что вместе с вековыми кленами и каштанами, сажавшие их дети, вырастут такими же сильными и здоровыми. У Рязани появился шанс стать городом европейского уровня. Горожане уже заметили, что в их дворах появляются необычные мусорные контейнеры желтого цвета. Пока не все понимают их значение, а между тем яркие баки установили с целью раздельного сбора мусора. Многие рязанцы с воодушевлением восприняли идею о цивилизованном обороте отходов и их сортировке. Среди них и моя коллега Анна Герцовская. Раздельный сбор мусора в Рязани реализуется несколькими способами. Один из них – это установка желтых контейнеров рядом с обычными мусорными баками. Именно в них горожане могут выбрасывать бумагу, металл, пластик и небитое стекло. А серые или зеленые контейнеры предназначены для бытовых отходов, которые подвержены процессу гниения. У контейнеров обычных только путь на свалку. У желтых контейнеров их забирает уже другая машина, тоже мусоровоз, но уже другой. То есть у нее другой маршрут сбора. И она забирает только желтый контейнер и отвозит все это на сортировочный комплекс. Там происходит сортировка для дальнейшей переработки отходов. В случае с обычным вывозом мусора из полученной в результате пересовки каши практически нельзя извлечь ничего полезного. Максимум 3%. В том случае, если мусор отсортирован заранее, польза составит 60%. У нас же есть пример в экологическом резидентском альянсе, когда на улице Горького один из наших волонтеров поставил контейнер самостоятельно в своем дворе, согласовав. И там никакой информационной информации среди населения не проводилось. Но после первой выгрузки было ясно, что там население абсолютно готово. Только бумага и только пластик был в контейнере. Не надо думать, как бы все настраиваются на плохое население, которое не сортирует и никогда не будет сортировать. Но большинство населения, 75%, готово сортировать отходы. Тем более мы предлагаем самую мягкую систему отходов сортировки. Чтобы удостовериться в вышесказанном, мы спросили у самих резанцев, будут ли они сортировать мусор для того, чтобы выкидывать его в желтые контейнеры. Да, конечно. Для меня это не проблема. Какая разница дома? Несколько мешков сюда, это сложилось сюда и отнес, так что без проблем. Муж сортирует, всегда мусором занимается. Так что, если я ему скажу, он будет, он у меня очень пунктуальный человек. Допустим, пластик можно переработать отдельно, бумага можно переработать отдельно. Не кидать все вместе, ведь все по отдельности можно переработать. Надо с молодежью разговаривать. Мы-то, конечно, всегда поддержим молодежь, потому что они везде разбрасывают, идут и бутылки, и все и прочее, короче говоря. Так что нет ничего проще, чем организовать дома два пакета для мусора и выносить отсортированные отходы в желтый бак, а оставшийся мусор класть в соседний. Однако не во всех районах города пока есть такая возможность. 16 контейнерных площадок сейчас оборудовано в районе Горрощи. Еще столько же будет оборудовано в ближайшие дни. Для других районов города открыта еще одна возможность. Каждую субботу представители экологического Рязанского альянса проводят раздельный сбор мусора с 10 утра до 12 дня в различных точках Рязани. Уточнить информацию можно на сайте организации. Напомним, что в этом случае и в случае с желтыми баками битое стекло лучше не сдавать, поскольку сортировку производят обычные люди своими руками, так что они могут пораниться. Также в переработку не могут идти использованные памперсы. И напоследок стоит сказать, что сортировка – это уменьшение общего количества мусора и улучшение экологической ситуации. Еще один проект, связанный с раздельным сбором мусора, стартовал в Рязани. Горожанам предлагают сдать пластиковые крышки от бутылок для помощи детям. Активисты будут собирать крышки и сдавать их, как вторсырье, а на вырученные деньги покупать игрушки, спортинвентарь и другие подарки для детских домов. Прийти и сдать в библиотеку 2-3 пластиковые крышечки ни для кого не составит труда. Сейчас мы расскажем вам, как эта благотворительная акция спасает жизни детей. В 2011 году в Испании впервые начали собирать пластиковые крышки от всевозможных бутылок. Тогда родители маленькой девочки, которой требовалась операция на сердце, любыми способами искали средства для ее лечения. Одна компания по переработке пластика согласилась помочь девочке, если на переработку принесут 200 тонн крышечек. Мы собрали вдвое больше. И с тех пор в более чем 40 странах мира такая акция проходит. И на прошлой неделе она стартовала в Рязани. И наша библиотека решила ее поддержать, потому что мы всегда рады поддержать добрые начинания, тем более в год экологии. Эту акцию можно назвать социально-экологической. Одна пластиковая крышка разлагается в природе целых 450 лет. И вместо того, чтобы выбрасывать тысячи крышек, их можно сдать на переработку. Первый этап рязанской акции завершится 20 мая. Тогда весь собранный пластик превратится в деньги. Мы пока не можем предположить, какая сумма будет собрана. Если сумма будет достаточно большая, мы хотели бы направить эти деньги на социализацию профобразования детей. Мы проводим дни профессии, мы проводим различные выездные мероприятия. Это действенно. Детям это нравится. Есть возможность увидеть что-то за пределами интерната и определиться с будущей профессией. Организаторы надеются, что с развитием акции появится возможность помощи детям, нуждающимся в операциях и специальном медицинском оборудовании. Мы обратились в управление и министерство образования, при поддержке которых подходит эта акция. Они отправили информацию об этой акции в различные школы, детские сады, Рязани и Рязанской области. Сейчас к акции подключаются детские учреждения, для них это наиболее понятно, важно. И для детей, даже маленьких, собрать крышечку, принести ее, положить в какой-нибудь контейнер, это интересно. Можно приносить крышки в существующие пункты сбора или оборудовать собственные, например, на работе. Для этого активисты регистрируются, перейдя по ссылке, расположенной в группе ВКонтакте «Добрые крышечки Рязань». В ответ присылается листовка. Ее можно повесить рядом с емкостью для сбора крышек. И подробная инструкция, для чего это нужно. Сдавать можно чистые, закручивающиеся крышки от воды, молочных продуктов, детского питания, пива, майонеза, кетчупа, пятилитровых бутылок. Причем от них также можно приносить и пластиковые ручки. Рязанцы уже вовсю активизировались. Очень хорошо реагируют, спрашивают, действительно ли они у нас постоянно здесь будут, потому что, когда видят, что у нас эти контейнеры есть, они начинают приносить. Они точно знают, что в библиотеке это работает, и они приносят с удовольствием и уверены в том, что действительно все дойдет до адресата. И, наконец, спросите вы, почему же все-таки именно крышки? Ответ прост. Это легко, быстро, играючи. Пластик крышки стоит дороже бутылки. Из одного килограмма малюток можно выручить 25 рублей. Тот же вес бутылок стоит 12-13 рублей. К тому же, это только первый этап. В Рязани каждую субботу проходит раздельный сбор мусора в разных точках города. Выяснить, где состоится ближайшая акция, можно на сайте экологического Рязанского альянса. Туда можно принести стекло, чисто и скрученные пластиковые бутылки, использованные батарейки, аккумуляторы и бумагу. Так что настраиваемся на прогресс и спасение экологии. Стелла на Площади Свободы оказалась аварийной. В четверг сотрудники благоустройства города демонтировали ее. По словам рабочих, демонтаж был необходим давно. Стол внутри стеллы наклонился. Конструкцию восстанавливать не будут. Об истории этого места подробнее Валерий Седов. Чего только не видели жители нашего города на Площади Свободы. Сторожилы наверняка помнят, как около 60 лет назад там стояла церковь Вознесения Господня, которая впоследствии была полностью разрушена, дабы не мешала троллейбусному движению. На месте ее поначалу выставили большие городские часы, потом убрали и их. До недавних пор там располагалась стела с орденами Победы. Прошлой осенью они пришли в негодность и рабочие их демонтировали. Сейчас ведутся разговоры о реставрации орденов и передаче их Совету ветеранов. Сегодня же начались работы по демонтажу самой стеллы. Причина в том, что со временем ее несущие опоры попросту проржавели. В ближайшее время будет выровнена опора, которая является подвесной конструкцией троллейбусных линий. Затем она будет покрашена и будет декоративно украшена конструкциями из цветов. Картинку, пожалуйста, могу вам показать. Вот так это примерно все будет выглядеть. Это эскиз. В дальнейшем, в весенний период, будет изменен дизайн пломбы вокруг нее. Ну и надеемся, что город рассветет в новом виде. Отдельные металлические элементы, из которых состояла стела, проржавели и также подлежат утилизации. Работа же над главным опорным столбом будут продолжаться до мая. Дорогами войны. Так называли организаторы ежегодный автопробег, который проходит в преддверии Дня Победы. В самые отдаленные уголки области. К тем ветеранам, у которых нет возможности попасть на парад. 8 мая отправятся добровольцы с тем, чтобы поздравить и поблагодарить героев. В этом году акция пройдет уже в десятый раз. С каждым годом их становится все меньше. Тех, кто насмерть стоял ради Победы и мира. Тех, кому мы, нынешнее поколение, можем и должны сказать спасибо. Как никто другой, это понимают участники ежегодной акции «Дорогами войны». В этом году поеду девятый раз. То есть, кроме первого, старалась не пропускать, и это получилось. Зачем вы все это делаете? Вот ты конкретно, зачем ты это делаешь? Сложный вопрос. Ну, прежде всего, мы говорим ветеранам спасибо за их подвиг, за их труд. За труд не только во время войны, но ведь они и после войны работали. Они отдали свою жизнь на производстве, на тяжелом производстве в большинстве своем. Либо это медработники, либо еще какие-то очень нужные стране, обществу люди. Поэтому мы приезжаем и в первую очередь говорим им спасибо. Наверное, за этим мы все и едем туда. В каждой отдаленной деревеньке живут те, кто достоин праздника, но не может его получить. А зачастую все, что им нужно, это внимание. Очень сильно запомнилась одна из участниц войны, к которым мы тогда приехали. Она была медсестрой на фронте, жила одна в старом домике, покосившемся. И когда мы зашли к ней в дом, мы увидели, что из еды у бабушки есть только манная каша. И все, и дом пустой. Ее толком никто не навещает, хотя есть соцработники, которые за это получают зарплату. Но бабушка абсолютно одинокая. При этом она относится к жизни с юмором. Говорит, вот я... Мы ее спрашиваем, чем вам запомнилась война. Она говорит, ну вот я себе горб заработала. А больше, говорит, видите, ни на что не заработала. Это было очень грустно, конечно, и врезалось в память. Десять лет назад впервые от Площади Победы отправились три автомобиля. С каждым годом количество желающих принять участие в акции росло. Количество экипажей достигало даже 30 автомобилей. В этом году к настоящему моменту уже заявились 15 экипажей. Но люди регистрируются каждый день. Суть акции – доехать до ветеранов, которые обделены, к сожалению, вниманием. Вот это такая цель была 10 лет назад. За 10 лет ситуация, она реально изменилась. То, как сейчас, ну, во-первых, сколько их осталось сегодня, да, и сколько их было 10 лет назад, это разное. И тогда были ветераны, которые были действительно обделены вниманием. Да, мы приехали, первые наши мероприятия, мы приезжали к ветеранам, они говорят, вы знаете, меня там последний раз в 66-м году поздравляли, ну, в 60-х годах, а после этого даже ни одной открытки не было. Это в удаленных деревнях Рязанской области, Амкадмский и Ермешинский район. Ранним утром 8 мая участники собираются на площади Победы, распределяются адреса, маршруты, загружаются подарки для участников войны и детей войны, и экипажи отправляются в путь. В социальной сети ВКонтакте есть группа «Дорогами войны». Здесь вся информация об условиях участия, форма для регистрации и фотоотчеты с прошедших автопробегов. Стоит отметить, что никто из однажды принявших участие уже не может отказаться от пробега. И это говорит само за себя. Вот эта категория участников Великой Отечественной войны, она, к сожалению, от нас уходит, да, и старики умирают, как это ни печально. И всегда найдутся люди, которые, ну, во-первых, будут старые, во-первых, будут одинокие, во-первых, в-третьих, будут где-то далеко жить. И всегда будет к кому приехать. Сезон автомобильных гонок можно считать открытым. В ближайшие дни в Рязани пройдут соревнования для любителей, а через пару недель начнется череда профессиональных турниров. О том, кто может принимать участие в любительских соревнованиях, расскажет моя коллега Анна Герцовская. Первый всероссийский чемпионат между любительскими автомобильными клубами состоялся в 2010 году. Он задумывался для владельцев быстрых машин, которые предназначены для дорог общего пользования и неплохо чувствуют себя на спортивной трассе. В тех соревнованиях, которые будут проходить, у нас хоть выходные, порядка восьми классов, это от простых гражданских автомобилей, которые минимально как-то подготовлены под участие в этих соревнованиях, и вплоть до машин, в которые было их владельцами вложено очень много денежных средств, сил, и потрачено очень много времени на их доработку. Речь идет о доработанных автомобилях, которые приняли облик спортивных и уже не предназначены для езды на обычной дороге. А для остальных участников одним из главных девизов соревнований остается фраза «Нет гонкам на дорогах общего пользования, да гонкам на специальных автодромах». В Рязани на автоспортивном комплексе «Атрон» в ближайшие выходные состоится первый этап соревнований. Далее гонки пройдут в Нижнем Новгороде, Смоленске, Сочи, в Москве. Формат борьбы за призовые места будет отличаться от профессиональной гонки, когда спортсмены борются непосредственно за позиции. Здесь люди едут по дистанции в формате тайм-атак, то есть они пытаются за определенное время показать наиболее быстрый круг. То есть по итогам этих соревнований, соответственно, человек в своем классе, который проедет данную дистанцию за меньшее количество времени, да, тут и является победителем. В каждом заезде на трек выпускается не больше пяти автомобилей. Для того, чтобы показать себя и свою машину, на предстоящем турнире в Рязани соберутся более ста пилотов-любителей со всей России. Соревнования пройдут в нашем городе впервые на автодроме, который по итогам прошлого года был признан лучшим в России. Наблюдать за происходящим болельщики могут 22 и 23 апреля с 10 утра до 6 вечера бесплатно. И это только начало. Через пару недель возьмут свой старт в профессиональные соревнования. Начнутся они с чемпионата по картингу. Далее ралли-кросс, русская дрифт-серия и многое другое. Работы рязанского художника можно увидеть на одной из авиабаз в Сирии. Экспозицию под названием «С любовью к родине» представил сам автор Владимир Янаки. Как говорит сам художник, его волнует тема защиты рубежей нашей страны. Именно поэтому он решил сделать выставку своих произведений для российских солдат и офицеров. Владимир Янаки родился в семье военнослужащих. Его дедушка, капитан 2-го ранга, всю Великую Отечественную войну прослужил на Северном флоте. Отец, полковник ВДВ, принимал участие в миротворческой операции в Косово. Так что когда Министерство обороны предложило Владимиру организовать персональную выставку его работ на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, он, конечно же, согласился. Экспозицию под названием «С любовью к родине» автор представил военнослужащим российской авиабазы 16 апреля в день Православной Пасхи. На выставке российские и сирийские военные смогли увидеть 23 картины, созданные Владимиром Янаки за последние 12 лет. По большей части это пейзажи и жанровые композиции, на которых изображена не только Рязанщина, но и природа Северной Карелии и Кольского полуострова. Однако главной целью этой выставки стало не знакомство с красотами природы, а поддержание морально-патриотического духа солдат и офицеров, несущих службу вдали от родины. Это была самая главная задача и самая важная для меня. И все-таки, я считаю, это именно на 100% сработало, потому что военнослужащие после открытия выставки ко мне подходили, и младшие, и старшие офицеры. И мне это было очень приятно. Они говорили, что работы им очень понравились, что действительно это тронуло их душу. И практически эти работы, они тронули душу каждого военнослужащего, который находится на переднем краю борьбы с международным терроризмом в Сирии. Экспозиция расположилась в культурно-досуговом центре отдыха для военнослужащих. В этом же центре обычно выступают приезжающие сюда артисты и музыканты. Абсолютно все эти мероприятия важны для российских военных, ведь именно они позволяют передохнуть и вспомнить о доме. Экспозиция с любовью к родине рязанского художника закончит свою работу 29 мая. Так что Владимиру предстоит еще одна поездка в Сирию для вывоза работ. Может быть получится немножко расширить географию своих поездок по Сирии. Может быть, если получится, будет возможность также съездить и в Пальмиру, и в другие города с набросками, с зарисовками. Для того, чтобы потом по этому материалу сделать уже какие-то большие масштабные работы здесь у себя в студии в Рязани. Несмотря на то, что Владимир художник Рязанский, его работы уже давно широко известны во всей России. Теперь же с ними знакомы и далеко за ее пределами. Выставка Владимира Янаки стала первой персональной выставкой, прошедшей на российской авиабазе в Сирии. Благодарный за эту экспозицию художнику выросил командующий группировкой войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. На этом у меня все. Все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok